Приветствую! Мы в Красносельском районе. Это центральный округ Москвы. И здесь между Краснопрудной улицей и Каланчевской улицей находится Комсомольская площадь, которую еще называют площадь трех вокзалов, потому что на нее выходят три вокзала московских. Это Ленинградский, Ярославский и Казанский. Причем Ленинградский и Ярославский вокзалы находятся с одной стороны площади, а Казанский вокзал находится с другой стороны площади. Ну а по центру площади находится небольшой скверик, разъединительная полоса. Там же трамваи проезжают. Ну и, так сказать, автомобильное движение вокруг этого небольшого островка, скверика. Двустороннее движение. И также на эту площадь уходят станции метро Комсомольская, Кольцевой и Красный ветки метро Сокольнического. Площадь была образована в связи с железнодорожным строительством во второй половине XIX века, этих трех вокзалов. И до 3032 года называлась Каланчевская площадь, потому что в XVIII веке это место называлось Каланчевское поле, на котором стояла пожарная башня Каланча, деревянное здание царского дворца. Ну, в общем-то, ну, очевидно, она была как раз при царском дворце, ну, в случае, если вдруг он загорится, и тут же будет. Ну, а потом тут вот стали строить уже вокзалы. Сначала построили Николаевский вокзал, нынче Ленинградский, потому что первая железнодорога была как раз вот эта Николаевская железнодорога, Московско-Петербургская, которая вела в Санкт-Петербург из Москвы. Была она, будет движение пущено в 1851 году. Ну, а затем уже появились Ярославский вокзал в 1862 году. Ну, современное здание было построено несколько позже, в начале XX века. Ну, и в 1864 году тоже вскоре появился и Рязанский, а с 1894 году Казанский вокзал, а современное здание было построено в 1940 году. В 1920-х годах был построен клуб Октябрьской революции, который теперь носит название Центрального дома культуры железнодорожников, тоже на этой площади. И потом, в 1950-х годах, появился наземный вестибюль, как раз метро Комсомольская. И рядом было построено здание гостиницы Ленинградская, которая выходит, ну, собственно, не совсем на эту площадь, а на Каланчевскую улицу, но совсем рядом как раз с этой площадью. В 1983 году было построено большое здание Мирмага Московский, которое в советское время пользовался большой и популярной. И вот в 1932 году площадь получила название современную в честь комсомольцев, строителей метро, метрополитена. Как раз вот эта вот линия, которая красная, которая здесь появилась, одна из станций, комсомольская, в одном комсомольце, молодежь. Ну, и вот как раз сюда тоже вот уходит вестибюль, в станции метро Комсомольская. Ну, один из входов метро Комсомольская находится непосредственно в здании Казанского вокзала. Вот, а другой вестибюль, он отдельный, кольцевой. Ну, и кольцевой, и красной. Ну, также, помимо вокзалов, также на эту площадь выходит многочисленные железнодорожные, привокзальные служебные постройки, центральное таможенное управление, федеральные таможенные службы. Ну, под номером один офисные здания, московский межрайонный саппировочный почтанк Почты России, ну, при железнодорожном здании 1950 года постройки, под номером один, в стране 10. Вот. По Гаузе, бывшие Николаевские железнодороги, нынче склады, котленные терминалы, магазины разные, под номером 1А. Вот. Бывшее здание вокзала на западной платформе Каланчевский императорский павильон, под номером 1А, строение 2, построен в 1896 году. Ну, естественно, пригородные кассы, понятно. Вот. Что касается здания Казанского вокзала, то первоначально, как я говорил, он был Рязанский вокзал, ну, в 1894 году, называется Казанский. Примерно здание построено в 1840 году. В здании есть православное число у меня Казанские иконы Божьей Матери, ну, понятно, Казанскому вокзалу вход свободный, для тех можно войти. Вот. Ну, вокзал довольно такой красивый. Вот. И доминант его является башня высотой 73 метра. Аналогичная башне Сиумбике Казанского Кремля, ну, в городе Казани находится. И башню венчана фигурка змея Зеланды, древнего Сиумбика Казани. Слева от главной башни находится невысокая башня с часами, на церковь которых изображены знаки Зодиака. Вот. Ну, там зал ожидания, ресторан, ну, в общем-то, все более-менее понятный интерьер. Ресторан, кстати, опомню в стиле дворцов русского барокка. В нем Щусев, архиедра вокзала, использовал монументальную жилкость, выполненную по стилам художника Лансерен. Вот. Ну, сначала был Дельянный вокзал, потом его имели уже каменный. Ну, строили довольно долго. С начала 80 века, входит до 3040-го входит. Вот. В 387-м, в 97-м годах здание было реконструировано, обновлены фасады, изменили планировку внутри помещений, установили крыши над перронами, переоснастили вокзальные службы новыми техническими средствами, ну, в соответствии, со временем. Вот. Ну, сейчас он один из самых больших в Европе и обслуживает три направления восточное, южное и юго-восточное. Поэтому пассажиропоток здесь самый большой в сравнении с другими московскими вокзалами. Очень много поездов отправляются в разные места. Ну, рядом находится торговый центр Казанский, рядом с вокзалом, двухэтажный торговый центр, который открылся в 2012 году. И второй этаж располагается к помещению бывшего наземного пешеходного перехода, построенного в рамках реконструкции Казанского вокзала в 1887-1897 годах. В Екатеринске вокзала под номером 3, для начала был Николаевский, но здание построено уже давно, в 1849 году, есть в тоже прославном числовном честь святой вложенной Ксении Петербургской, которая является покровительством Санкт-Петербурга. Тоже вход свободный для всех. В общем, это первый, кстати, железнодорожный вокзал города Москвы и был построен по проекту архитектора Константина Тона. На движение, как я уже говорил, срыв в 1851 году. В 1874 году вокзал был серьезно реконструирован в первый раз, потом, сейчас реконструкции, в общем, потом фактически уже стали проходить постоянно. Ну, внешний облик, в принципе, сохранился с 19 века. Ну, рядом вокзал примыкает Московское и Веральное управление Архитарской железной дороги, 1,3, дорог 9, 3-этажное здание. Это бывший, кстати, жилой дом, потом общежитие. Проселенная в середине rando 1020-х годов Московское и Веральное управление Архитарской железной дороги, также, 1,3, дробь 10, 3-этажное здание, офисное здание, верное депо, кстати, довольно интересное, построенное. конце 19 века как веерная паровозная это по николаевской железной дороге подроме 3 до 3 6 вот ну в общем частично это за не снесли но в 2011 году но снос удалось полностью приостановить полностью не снесли это здание вот так же представляет собой такой круг как бы разделенный на 22 радиусные ячейки используются под паровозные стойла и накрытый сферическим куполом в общем довольно красивое строение также находится тут продуктовый магазин в одноэтажном занятий со всякого года постройки по 1 3 до 30 октябрьский директора пассажирского обустройства по 0 3 30 до 35 двухэтажное здание московский опять ведомственной охраны октябрьской железной дороги линейный отряд мвд милиция по станции москва-ленинградская понятно но что касается ярославского вокзала после они вокзал был построен 1562 году но современный 304 году с реконструкциями в 360-х 90-х и двухтысячных годах есть православное число мне преподобно сергия радонецкого вот ну потому что рядом когда дорога родина преподобно сергия радонецкого но не родина там он подвязался и от сергию посадили далеку вот но так то сами не были вот ну в общем тоже кстати очень красивое здание на ярославского вокзала или модерна ракетом-жектором что тоже можно смотреть довольно красивое здание вот ну также несколько слов хотелось бы сказать о центральном доме культуры железнодорожников на противоположных стороне косановской площади напротив как раз ярославского вокзала на четыре здания вот ну поставил его щусев в общем-то 327 году здание было построено ну как бы клуб железнодорожников даже тысяча двадцать пятого года на базе трех железнодорожных клубов клуб октябрьская и клуб имени октябрьской революции был вот ну а потом был в 35-м году переменован уже центральный дом культуры железнодорожникова сейчас там принципе я так понимаю разные организации находятся концерты сейчас устраивают по этой известной артисты работы там